Обратите внимание, пожалуйста, вот он зафиксирован узловыми швами в апроксимальных поверхностях и в межзубных промежутках. На этот весь трансплентат получилось 5 швов, которые проходят через него, а все остальные швы фиксированы крестообразными швами прижимающими. Здесь мы помимо того, что делали вестиглопластику, еще и немножко какой-то процент рецессии тоже решили подзакрать, но нам позволяла клиническая ситуация. Сейчас я вас верну обратно, и мы поговорим о подготовке принимающего ложа. Так, это был разрез. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот здесь разрез. Вы видите, что эпители в области зубов сохранен. А здесь он доэпитализирован. Понятно, да, что любая принимающая поверхность, вы должны обязательно ее доэпитализировать, чтобы открыть путь сосудистым клеткам и сосудам. Ну и вот получившийся объем прикрепления и даже частично рецессии странились. На какой-то процент, по-моему, остался 41-й зуб. В данном случае, посмотрите, пожалуйста, трансплантат был адаптирован таким образом, что при полученном результате мы не наблюдаем грубых краев вот этого перехода, да, своей собственной ткани в тот, который трансплантат уже прижился, свободной десневой. Это позволяет вот эта адаптационная техника доэпитализации по периметру делать. Все то же самое, эпикальное оснащение, доэпитализация принимающего ложа и фиксация трансплантата. Конечно, это свободный десневой трансплантат. Мы же сейчас про него пока разговариваем. Мы рассматриваем его в открытых техниках, в открытых методиках. Вести биопластика с эпикальным смещением и с созданием прикрепленной десны с применением свободного десневого трансплантата. А нижняя часть, которая распространена в жизни? Вот, значит, методов много. Кто-то из авторов рекомендует ушивать эпикальный смещенную лоску, то есть подшивать его к надкоснице в более эпикальном фиксировать положении. Кто-то оставляет его так. Предложений на самом деле очень много. Вот эти раны пытались вести под пленками, под гелями, под баллонами, под много чем. Я для себя сделала такой вывод. Это чисто мое просто практическое наблюдение. Не могу сказать, что это никакой не метод, конечно. Если вы оперируете передний участок и вы иссекли кусок мышцы, который идет от тела бородка к круговой мышце рта, то вы можете спокойно, вот просто как парашют этот лоскут оставить эпикально смещенный и ничего не трогать. Если вы работаете в боковых участках, где натяжение масс-этеров, если слизистой мышечных тяжей будет больше, чем при натяжении круговой мышцы рта, с учетом, что и там иссечен кусок этой мышцы, я бы рекомендовала опекальный лоскут подшивать эпикально. Потому что это более надежно будет. Иначе бывают случаи, когда он подпрыгивает и смещается наверх в обратном положении. Пожалуй, это все, что я могу сказать о фиксации опекально смещенного лоскута. Ничего в нем там такого сверхъестественного интересного нет. Либо фиксируется, либо не фиксируется. Но связано это не с пожеланиями моими или авторов метода, а все-таки, наверное, с клинической ситуацией и с присутствием натяжения слизистой мышечных. Если вы видите, что здесь будет тянуть, то обязательно фиксируйте. Если вы спокойно увидели, а вы тянули губу, например, в переднем участке, я вот здесь у девочки иссякала кусок мышцы, подбородочные. Поэтому я оставила спокойно, как есть, и все. Можно вопрос? Да? А вы не пытались, может быть, такое было бы решение приемлемо? То есть опекально смещать, метки, тканик такой способ, для того, чтобы нижний контур имплантата прошел в той же натуре, а потом мышца, и в этом пределе я могу углубить, то есть меньше натяжение, и можно компеклить сверху. То есть тупо смещать. Ну, мы тупо сместили. И чего будет? Не пришивать к мышцам, а не сместить? Мышцу сместить? Да. Каким образом? Она прекрасно смещается вот так. Это ваша иллюзия. Нет. Таким образом мышцу вы не можете сместить. Мышцу для того, чтобы ее сместить, особенно подбородочные, надо хорошо рассечь. Поверьте мне. Это иллюзия. Вы конгломерат мягких тканей, частично с мышечной, просто смещаете вниз. Это действительно можно сделать даже не аспатором, не травматично, а можно взять марлевый тампон и сделать это руками. Это иллюзия. Это вы просто... Это подбородочная, это не иллюзия. Из других отделов мы это делаем, смещаем там именно такой способом, аспатором, аспатором, аспеткой. Для чего? Какая там цель? Ну, если тут вдруг тут мелкая эта дверь, и эту смысл сразу, эта дверь начинает решить. Так это и есть решение. Мы и так его увеличим. Вы просто как бы не достигаете результата этим. Вы боитесь иссечь кусок подбородочной мышцы с скальпелем? Вы мне не уменьшаете травму? Нет, не уменьшаете. Никогда не соглашусь. Работая распатором и скальпелем, вообще категорически не соглашусь. Давайте проголосуем. Распатор более травматичный или менее травматичный инструмент? Более травматичный. Конечно. А скальпелем вы делаете однократный разрез. И заживает оно намного лучше. Вы делаете разрез. Вы разрез делаете параллельно гребню алиолярному. Первый. И так же потом идете по нему, по леоляру, вниз. Постепенно расслабляете. Мы навести будем пластики. Давайте остановимся. У нас будет про это разговор. Я просто... Да. Чего... Сейчас посмотрим. Здесь не видно... Ну, здесь виден понятие на объем, да? Как бы все там частичное устранение рецессии произошло. Я сейчас хочу вот вернуться. Нет, это не вопрос о гигиене. Это пациентка очень активно пользовалась флоргексидином. Это у нее вот этот... Да. А депетализацию чего? Чем делают? Скальпелем. Только скальпелем. Да. А чем вы можете сделать депетализацию еще? Ну, ахо... Ну, это я сказала, да. Об этом я... Вообще по мягким тканям стараюсь никаким... Не работать. Кротящими. Почему? Почему? Ну, да. С охлаждением. С охлаждением все равно. Ну, вы рвете. Вы рвете. Все равно нет такого как бы качества, как у скальпеля. Я не против. Вы можете делать, но результаты мне не нравятся. Я видела. У меня есть коллеги, которые делают. Я видела эти работы. Мне не нравятся. Я считаю, что если сделать это скальпелем, будет более надежно. Очень долго. Если делать аккуратно, на низкой скорости, это долго. Мне легче скальпель. Мне быстрее скальпелем работаю, чем бором. В чем вам скальпель не подходит? Много срезать боитесь? Да? Ну, попробуйте в критичном тонком биотипе. Но опять это какая-то должна быть такая фреза твердосплавная, очень аккуратная. То есть это, наверное, выбор еще какого-то инструмента должен быть, а не так, как в ротопеде берут алмазный этот бор и делают вот так. С алмазом работать нельзя, наверное. Почему? Ну, нельзя, потому что покрытие алмазом работает. Он избивает крошку и все. Вы знаете, да, что вы когда по мягким тканям вот эта крошка остается в мягких тканях отбора от вашего? Вы мне можете не мотать головой. Я не знаю. А я вам рассказываю. Вы на микроскопию не делаете тканей, в которой вы работаете? А люди это делали. Абсолютно точно как бы нет. Алмазом на мягких тканях не работают. Работают только на поверхности корна, пожалуйста. Кстати, мы не закончили обработку поверхности корна. Вы меня куда-то увели со своим телом. После экспозиции в зоноспецифической клетки обязательно полировка продонтальными борами. Они бывают двух видов. Фасоли образные или усеченного конуса. Они алмазные, они специальные. Но они не для мягких тканей, они для полировки поверхности корня. Все продонтологи, которые делают скейлинг, рапплейнинг, лоскутные операции, ими работают и знают, как ими пользоваться. Есть такой, да, периодом толсет. Я покажу. Обычный желтый борт не есть? Алмазный. На чем? На корне. Алмаз занимает, да? Это по-другому? Там тоже алмазный борт на самом деле. Но он специальный. У него есть специальная дисперсность. И это только для микромодора на определенной скорости делается. А он не набивает как-то аналоги? Так мы бором корень обрабатываем во медицину. А мы в возле здесь кто-то с доктором разговаривали. А работать в иноприарах? Ну, конечно, макогенинговальная хирургия, она подразумевает увеличение свет. Тут, ну, вы почувствуете разницу. Это однозначно. Ну, если вы потом работать будете смотреть, думаете, боже, кто это делал. Ну, да, это просто качественно меняет результат. Такой, ну, сразу. А здесь вот результат долгостройки. Это операция выполнена в семнадцатом году. У пациентки все то же самое. Никаких изменений не произошло в лучшую сторону. Она просто живет очень далеко. Что? Когда произошло? Ну, изначально. Что произошло? Какая причина была? У нее генерализованная рецессия, у нее фенотипия такая. Маленькая, сухонкая девочка, очень аккуратненькая. С огромными зубами. С большими, крупными. С дегестенцией, с первичной на вестибулярной пластинке по всему. Альвеолярному, гребне на верхней, на нижней челюсти. Крупные. У меня они идеальные, красивые зубы. Очень красивые. Таких пациентов очень много. Они выглядят все примерно одинаково. Ну, это фенотипия. Мы будем об этом говорить. Вот. Это планирование уже немножечко другое. А этой пациентке у нее все хорошо. Мы с ней на связи регулярно. Она там ходит к доктору хорошему. И присылает мне отчеты о своем состоянии. Она очень озабочена. Она искала, кто ей сделает, почти пять лет. Потому что я ей оперировала 26 зубов. Вот так вот, на секундочку. Не только вестибулопластику. А в какой день рецессия, что раньше? Два лицессии? Есть процесс рецессии? Да. Давайте этот вопрос запишите куда-нибудь, пожалуйста. И мы на него обсудим, когда мы будем рецессии множественные разбивать. Набрать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok